Сколько повторений делать в подходе? Новичку, опытному атлету, на сушке, на массе, для поддержания формы. Все постараемся уместить в один видеоролик, который должен исчерпывающе отвечать на этот вопрос. У меня за плечами 14 лет тренировочного опыта. Я на себе, да и не только на себе, за это время все опробовал. Буду говорить о том, как оно работает на самом деле. Мы в первую очередь говорим сегодня про натуральный тренинг. Немножко пройдемся по химикам. А на связи Макс Клима. Поехали! Человек, который перешел в зал впервые или который занимается какое-то непродолжительное время, должен ставить перед собой одну простую задачу. Снизить риск травмы, а идеале вообще ее избежать. Таким образом, ни о какой малоповторке с большими весами здесь и речи быть не может. Работаешь 10-12 повторений. Желательно под надзором тренера, либо снимая себя на видео, для того, чтобы потом знающему человеку показать, либо самому хотя бы посмотреть, насколько ты технично все это выполняешь. 10-12 повторений. Вес выбираешь таким образом, чтобы эти 12 повторений ты впритык делал вот с таким, с такой техникой, с которой нужно. Если ты делаешь 12 и чувствуешь, что технично можешь сделать еще 13-14 и так далее, вес можно спокойно добавить. Если ты делаешь 9-8 технично, дальше начинается гуляние там руками-ногами, в зависимости от того, что ты делаешь, вес нужно снижать таким образом, чтобы порядка 12 повторений у тебя получалось. Ни в коем случае, никакой работы в отказ, концентрируешься на технике выполнения упражнений. Ты только пришел, только начинаешь. 10-12 повторений отлично будет прокачивать твои мышцы. У тебя они будут отвлекаться в любом случае на любую нагрузку. Но в данном случае ты еще и снизишь риск травм. Если ты находишься в процессе сушки, у тебя есть некоторый дефицит калорийности на рацион. То, что ты потребляешь энергии меньше, чем расходуешь. На этом, в принципе, и строится процесс сушки. Но для организма этот процесс, это некоторый стресс. На стресс организм, по воле природы, хочет как-то отреагировать, снизить этот стресс. И самый простой способ в данном случае, что может сделать организм, это снизить энергопотребление. Какой самый простой способ для этого? Избавиться от той ткани, которая потребляет больше энергии. Жировая ли это ткань? Нет, ткань мышечная. То бишь, первое, что будет делать организм, это избавляться от мышечной ткани. И наша задача помешать ему, а не помочь. Первое, что ты можешь сделать, это объяснить организму, объяснить организму, что та мышечная ткань, которая есть, она востребована, она используется. Тебе нужно давать достаточную нагрузку для того, чтобы показать, что эту мышечную ткань жечь не нужно. Для этого отлично подходит от 4 до 8 повторений. В базовом движении 4, 5, 6, 4 до 6. В изолирующих движениях 7-8 повторений. Ну а также ты можешь дать зеленый свет организму и помочь ему дожечь ту мышечную ткань, которую набирал до сушки. Он и так находится в стрессе за счет того, что у тебя дефицит калорийности, сушка тут идет, достаточно высокий уровень катаболических гормонов, гормона стресса, кортизола. Ты можешь усугубить эту ситуацию за счет многоповторки. 10-12 повторений в основных подходах, 15 повторений в каких-нибудь особенных упражнениях, например, в приседе или что-нибудь там на ноги, что ты делаешь, не знаю, может кто посоветовал тебе. Вот в таком режиме, если ты туда еще и отказные подходы добавишь, ты точно дожжешь всю мышечную массу, потому что вот этот уровень кортизола у тебя в организме просто будет избыточным. И за счет этой многоповторки ты дожжешь все те мышцы, которые у тебя остались. Резюмирую. Для того, чтобы сохранить мышечную ткань на сушке, тебе нужна силовая работа. 4-8 повторений. Никакой многоповторки не надо. Если ты переживаешь по поводу того, что нужно же тратить больше энергии, нужно памповые подходы, многоповторка, для того, чтобы сушка шла эффективнее, чтобы прям дожигать жир, не надо путать. Ты должен работать в силовом режиме для того, чтобы сохранить мышечную массу, которую ты пытаешься просушить. А уровень энергии, который ты тратишь, нужно добавлять за счет кардио на груз. Добавляй кардио на тренировки после силовой тренировки, либо на тощах с утра. Добавляй больше активности в течение жизни. Ходи по лестнице, поднимайся дома вместо того, чтобы подниматься на лифте. Ходи в зал пешком вместо того, чтобы ехать на машине, на автобусе, на чем угодно. Не путай. Сохраняешь мышцы на силовых тренировках и сжешь жир за счет дефицита калорийности. На кухне, когда готовишь себе еду и планируешь свой рацион. И на кардио тренировках. Важный нюанс. Силовая работа достаточно тяжела для организма. И у тебя будет центральная нервная система уставать, суставы связки уставать, мышцы не успевать восстанавливаться. Если ты не будешь, давай тебе некоторый отдых. Таким образом, всегда следи за своим восстановлением, за сном, за режимом и так далее. И еще маленький момент. Если ты всегда работаешь в силовом режиме, у тебя будет появляться некоторая залитость. То есть, форма сама по себе визуально будет залита. Под кожей будет скапливаться вода. Визуально это будет заметно. В виде некоторой оттечности. Просто за счет вот этого стресса от силовой работы. Таким образом, если ты сушишься к какому-то мероприятию, допустим, к фотосету или к пляжному сезону, проследи за тем, чтобы за пару недель до этого пляжного момента, ну или чего там у тебя планируется, ты перешел с силового режима на более памповый. Увеличь количество повторений, снись рабочие веса на 30%. За это время ты мышцы никакие не пожрешь, но та сушка, которая у тебя к этому моменту завершается, плюс вот этот вот такой специфический слив воды за счет ухода от силовой работы, позволят тебе через как раз пару неделек выйти на пик твоей формы, которую ты мог бы вообще сделать в рамках этой сушки. Ты будешь на ферзем ходить на пляже. Таким образом, силовая работа может немножко задержать воду. Не пугайся. Пампом лечится, но не на длительном промежутке времени. Сушишься, в конце сушки, к мероприятию, к которому тебе нужно подготовиться, две недельки, ты делаешь многоповторки с более низкими рабочими весами. Сливаешь водичку и все, спокойно себе гуляешь по пляжу. На массонаборе у тебя уже профицит калорийный стерцух. Потому что у тебя есть, в принципе, все ресурсы для того, чтобы организм наращивал мышечную ткань. Нужно давать дополнительный стимул. Понятное дело, что ты должен работать в силовом режиме. Но опять же, если ты работаешь в чистом многоповторке, те катаболические процессы, которые ты за счет этого запустишь, они будут препятствовать рано или поздно твоему мышечному росту. Ты будешь выжигаться настолько, что просто остановишься на месте и не сможешь прогрессировать. Оптимальный вариант – это работать в базовом движении, в силовом режиме, как мы говорили ранее. А дальше в изолирующих, ну и добавлять несколько вообще изолирующих упражнений, в которых работать в среднем многоповторке, для того, чтобы прорабатывать мышцу под разными векторами нагрузки. Для того, чтобы формируя свою мышечную ткань, формировать ее более красиво, объемно и так далее. Как это может работать, например, тренировки грудных. Ты делаешь жим лежа с гантелями в силовом режиме. В рабочем подходе ты выходишь на 4-6 повторений. Дальше делаешь жим штанги, например, под наклоном 30-40 градусов. Ты делаешь точно так же в силовом режиме. 4-6 повторений в рабочем подходе. И дальше пара-тройка каких-нибудь изолирующих упражнений. Например, сведение в кроссовере, которое ты можешь делать, на 8-10 повторений, для того, чтобы уже более детально проработать изолированную ту мышцу, на которую ты тренируешь. Потом добавить, например, разводки лежа с гантелями, которые делают на 12 повторений. Ты уже точечно прорабатываешь мышцу. Ну да, оптимальный вариант. Жим гантелей горизонт, наклонная скамья, жим штанги, сведение в кроссовере, например, на нижнем участке грудной. И на наклонной лавке разводки с гантелями. Уже с 12 повторений. И все, и оптимальное соотношение. Таким образом, ты будешь сначала стимулировать мышечный рост за счет тяжелого базового движения в низкой повторке с большим весом. Дальше ты уже придаешь визуальный объем мышце, ту ее 3D-шность за счет изоляции с многоповторкой. Нельзя не добавить то, что многоповторка и выжигающие подходы это инструмент. Инструмент, работающий в исключительных определенных случаях. Когда ты знаешь, когда этот инструмент нужно применять. Атлет, который тренируется много-много лет, 7, 8, 10 и более лет, он может использовать негативные, форсированные повторения и отказные подходы для того, чтобы стимулировать дополнительно свои мышцы к росту, к прогрессу. Просто потому, что у тебя уже других инструментов интенсификации тренинга недоступны. Это необходимо. Но все равно это будет включаться в тренинг на определенный непродолжительный промежуток времени. Но тот атлет, который знает, как это использовать, он не будет смотреть этот ролик. Ему это просто неинтересно. Ему нет в этом необходимости. Ну и естественно, конечно же, такой многоповторный тренинг отлично работает с фармподдержкой. Когда у тебя профицит экзогенного тестостерона, когда у тебя есть смысл закачивать мышцу кровью для того, чтобы у тебя поступали питательные элементы, дополнительный избыточный тестостерон, поступало все это в клетку, чтобы она растягивать фасу, вот этими памповыми подходами за счет накачивания мышцы кровью. Все это работает для химика. Однозначно. Только на кой хрен оно тебе надо? Мы сейчас говорим про натуральный тренинг. В натуральном тренинге отказным подходом, кроме исключительных случаев, места нет. Поэтому я не думаю, что тебе вообще стоит в эту сторону задуматься. Ну и еще я напомню про то, что у меня есть классный ролик про то, как поддержать форму круглый год. Я рассказываю там и о питании, и о тренировках, и о всяких нюансах, которые позволят реально круглый год всегда поддерживать ту форму, которая тебе нравится, комфортно и так далее. Ссылочку вы видите на экране, еще я оставлю ее в описании. А здесь я пожелаю тебе удачи. Пока-пока.